Продолжение следует... 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 Это тоже должно быть прописано в нормативном документе и желательно иметь приложение к нормативному документу в виде образца такого заявления, в котором прописываются все условия необходимости. Необходимость у студентов возникает, потому что разные жизненные ситуации возникают. Кто-то уходит в декрет, у нас девушки уходят, но желают продолжить. Остается только работа над выпускной квалификационной работой и защита диплома. И они это могут сделать дистанционно. Какие-то проблемы со здоровьем возникают у них, у близких и тоже возникает такая необходимость. В прошлом году у нас непосредственно у студентов возникла такая проблема, как они не могли выбраться из своего населенного пункта. Размыло дороги. Вот такое элементарное обстоятельство могло нарушить их планы по защите выпускной квалификационной работы. Но у нас есть выход из этого, есть документ, позволяющий студенткам проходить защиту дистанционно. И выход такой для них был найден, разрешен, и они благополучно защитились дистанционно. Технические требования, конечно же, необходимо прописать к рабочему месту обучающегося для этой процедуры. И сроки оформления любой документации дистанционно. Так же, как в очном формате мы прописываем какие-то требования, что когда должно быть сделано в дистанционном, точно так же должно быть прописано в документе, который подразумевает применение дистанционных технологий для выпускной квалификационной работы. То есть вот эти вот мелочи обязательно могут потом принести некие неудобства во взаимоотношениях со студентами, с преподавателями, когда возникает вопрос, а почему так, а где вы это взяли? Вот мы взяли это, собственно, из стандарта, из положения выпускной квалификационной работы с применением дистанционных технологий. Далее, конечно же, требования к рабочему месту необходимо прописывать, исходя из тех технических возможностей, которыми обладает ВУЗ. То есть что он может себе позволить? Может ли ваше техническое обеспечение быть на такой вот высоте, что вытягивает все технические параметры, позволяет с любого компьютера, с любого мобильного устройства заходить абсолютно свободно студенту, общаться и тем более уж проходить такую вот важную процедуру без срывов, без проблем. И здесь я собрала такие важные параметры, как что должно быть, персональный компьютер или мобильное устройство, с какой оперативной памятью, какие системы должны быть, какое соединение с интернетом допустимо, пропускное, что вы не можете позволить уже ниже, потому что будет плохое качество. Плохое качество – это, соответственно, мы записываем всегда наши дистанционные защиты, соответственно, это плохое качество, и при любой проверке такой защиты будут вопросы, претензии от проверяющих органов к тем, кто проводил эту защиту и делал эту запись. Поэтому, конечно, и здесь нужно тоже не подставить, так сказать, ВУЗ, не подставить организацию в плане того, какого качества все это будет представлено, и в записи, в том числе, какие микрофоны, какая камера с каким разрешением, чтобы было. В общем, вот все мелочи могут быть прописаны, может быть где-то меньше, может где-то больше требований, но это уже на усмотрение, конечно, ВУЗа. И непосредственно вот система дистанционного обучения, которая создана на базе модул, и в которой наши студенты проходят обучение, и в том числе подготовку, работу на водовыпускной, квалификационной работы, ее предзащиту и защиту. Все это они делают в единой системе. И, конечно же, здесь происходит полное взаимодействие и управление между заведующим кафедрой над работой по выпускной, квалификационной, между специалистом по учебно-методической работе и научным руководителем. То есть это полностью взаимодействие, такой вот круговорот, без которого данный процесс не реализуем. Студента мы, конечно же, не извлекаем из этого процесса, конечно же, он здесь главный, но это вот то самое обеспечение, администрирование, управление вот этой вот работой, которая необходима. Во всяком случае, в нашем ВУЗе это так происходит. И у нас это разделено на три этапа. Уже из сложившейся практики мы сначала сделали это все в едином ресурсе, что создавало некоторые проблемы. Неразделенности, сам ресурс разрастался очень большой, студенты путались, преподаватели тоже высказывали недовольство, когда приходили те файлы, которые они не должны были проверять, или наоборот заведующему кафедрой сыпалась вся история переписки и работы с ВКР. И поэтому мы разделили данный процесс на три этапа и, соответственно, на три курса. Это подготовительный этап, отдан заведующему кафедрой, который определяет научное направление и научного руководителя. Основной этап – курс «Научный руководитель», где работает над утверждением темы и, соответственно, над самой выпускной квалификационной работой. И третий курс – это заключительный этап, где проходит предзащита и защита. Мы здесь сделали объединение в одном курсе, потому что, когда студенты проходят процедуру предзащиты, то, собственно, в той же вебинарной системе они проходят и защиту. И чтобы им не ходить в разные комнаты, в разные системы, все это проходит в одном месте. То есть они уже знают, они прошли процедуру подготовки, технической проверки, они спокойно, уже уверенно себя чувствуют. Кроме того, они во время обучения, конечно, работают с этой системой вебинарной. Но, сами знаете, выпускная квалификационная работа – это очень волнительно для студентов. Порой они начинают путать совершенно элементарные вещи. Почему мы сделали этот процесс непосредственно в данной системе, могли бы ограничиться одними учебными курсами? Ну, потому что мы тоже прошли такой вот период, когда пользовались электронной почтой для работы с выпускной квалификационной работой. И это создавало массу неудобств. То есть терялись студенты. Каким образом? Студент отправляет работу, преподаватель не увидел. Потому что все мы знаем, что электронная почта – это порой еще тот ящик Пандоры. Там то в спам ушло, то неправильно дописал букву. Здесь такого нет. Это система, в которой они пользуются постоянно. У них есть доступ в течение всего периода обучения. У них единый логин и пароль в УЗИ для всех информационных систем. Они знают, где это находится. И, собственно, спокойно там уже продолжают работу над этой системой. Поэтому вот эти личные переписки через электронную почту, которые приводят зачастую к не очень приятным ситуациям, в котором должен участвовать административный персонал, разбираться, как бы вставать и на сторону преподавателей, и на сторону студента, разбирая, где у них потерялась связь, в какой момент. Это не очень приятно для всех сторон. Это упущенное время, упущенное качество над выпускной квалификационной работой, конечно, сотрудничество. Поэтому все приведено в единую систему. Далее. Вот, собственно, непосредственно часть вырезка из курса, где у нас работает заведующий кафедрой. Он представлен, с ним можно связаться непосредственно в курсе. Студенты это знают, соответственно. И здесь происходит у них назначение руководителя. Здесь представлено в виде задания. Мы используем ресурс задания, потому что он, модуль задания, потому что он самый удобный в модуле для этого. Там можно загружать любые файлы, таблицы, фотографии, картинки, файлы вордовские, с которыми, конечно же, все умеют работать. Вот здесь инструкция для студента, что он должен прислать в определенные сроки заведующему кафедрой. Какую информацию о себе он читает, заполняет ее, загружает, отправляет заведующему кафедрой. И, конечно же, все это управляется через новостной форум. Заведующий кафедрой создает тему, создает информацию, в которой указаны сроки, до какого он принимает эти инструкции. Не только новостной форум этим управляет, в самом задании, где загружается инструкция, там тоже ставится установка по времени, по дате, когда студенты должны загрузить данные материалы. Студенты это видят и выполняют. Как дополнительная подстраховка, административное управление, все же лучше напоминать через новостной форум. Потому что, как наши студенты-заочники, конечно, люди заняты. Заняты в различных областях, и кто-то работает сутками, и всякое разное напоминание, конечно, не бывает лишним. Во всяком случае, студенты всегда благодарны, когда очень четко их сопровождаешь, напоминаешь, заботишься о них, проявляешь такую вот заботу. И здесь же руководитель завкафедры, вернее, назначает им вебинар, который проходит в вебинарной системе BigBlueButton у нас. Когда он состоится, во сколько все это оповещение уходит. Комната вебинарная настраивается, и заведующий кафедрой проводит с ними уже встречу, определяя научное направление. Мы это так образно называем научное направление, потому что это связано, собственно, с инструкцией. Потому что, обратите внимание, мы здесь просим указать место работы, где они работали, работают или планируют в ближайшее время работать. Как вот всякие ситуации у людей бывают. И поскольку они за период обучения выполняют порядка двух курсовых работ, то мы просим их в том числе указать, желают ли они продолжить свое научное исследование в данной тематике. Ну и кто тогда, соответственно, был у них руководителем курсовой работы. Это они всегда могут уточнить у специалистов по учебно-методической работе. И, учитывая вот эти данные, заведующий кафедрой определяет примерное научное направление, в котором будет работать студент. И, соответственно, зная уже всех своих преподавателей кафедры, кто с каким направлением работает, назначает научного руководителя. Все это обсуждается, уточняется еще на конференции. И уже студенты потом попадают непосредственно к своему научному руководителю. Информация от заведующего кафедра из этого курса попадает к специалисту по ОМР, который тоже, собственно, видит, может посмотреть в записи вот эту конференцию, которая прошла с заведующим кафедрой, чтобы посмотреть, кто был назначен научным руководителем. И уже отправить студентов, назначить их на те курсы к тем руководителям, которые будут заниматься с ними уже выпускной квалификационной работой. Мы в Мудли создаем для каждого научного руководителя свой курс. И заводим туда его студентов, с которыми он уже работает непосредственно в своем курсе. Как планируется курс, в котором они работают над выпускной квалификационной работой? Конечно же, мы при создании данного курса опираемся на календарный учебный график рабочего учебного плана, потому что без этого мы не можем обойтись. Там обозначены даты защиты, они нам нужны в планировании курса. Опираемся на этапы подготовки и содержания работ, которые прописаны в стандарте о выпускной квалификационной работе. И на, конечно же, структурные элементы выпускной квалификационной работы, которые также обозначены данным стандартом. К структурным элементам мы обращаемся для того, чтобы сформировать количество тем в курсе, над которыми будет уже работать преподаватель и студент. Далее мы пройдем, я покажу, какие темы согласуются и реализуются. Что мы видим? Что здесь вот титульный лист, оглавление, определение, обозначение, сокращение. Это все, вот все эти пункты прописаны в нашем стандарте. Почему я здесь выделила так вот титульный лист? Дело в том, что мы в курсе не создаем раздел под титульный лист. Нашим студентам не нужно делать титульный лист. Они по этому поводу совершенно, что называется, не заморачиваются. Потому что у нас в институте информационная система 1С проф. вуз работает. И там ведется весь учет студентов, все приказы их по движению контингента, переходы с курса на курс, практика, утверждение тем и руководителей выпускной квалификационной работы. И титульный лист формируется из этой системы, используя все данные, которые там указаны. То есть там подтягивается название института, которым учится студент, название кафедры, заведующие кафедры, фамилиями отчества самого студента, группа. Ну вот в общем все данные, которые многие студенты как бы заполняют вручную. То есть и бывают, да, вот совершают некоторые ошибки, начинаются исправления. У нас на это время не тратится. У нас лист выдается готовый. Более того, при печати там стоит из системы QR-код, который будет действовать в библиотеке для того, чтобы потом другой человек мог взять и почитать эту работу. И, соответственно, дипломная работа всегда сдается у нас в электронную библиотеку нашу в электронном виде, именно вот с таким вот кодом, иначе не примут диплом. И вот по остальным пунктам создается как раз все темы в курсе. Библиографический список я тут тоже выделяю, потому что мы тоже в стандарте прописываем все требования к оформлению библиографического списка, даем примеры, и все эти примеры в курсе в виде файла выставлены, чтобы студенты знали, как они должны оформлять библиографический список. И вот переходим уже непосредственно к настройкам курса. Что мы делаем, чему уделяем внимание. Это вот на основе предыдущих структурных элементов и этапов подготовки и содержания работ закладываем то количество секций, которые нам необходимы на курс. Потому что секции будут служить как раз этими темами. И обязательно устанавливаем, каким должен быть внешний вид, сколько новостей должно отображаться студенту. Обязательно, что показывать журнал оценок студентам. Да, по каждому пункту, поскольку мы формируем в курсе задание, обязательно задаем шкалу оценок. Она может быть просто зачет, не зачет, можно и оценку выбирать, можно просто плюс-минус. То есть это уже на усмотрение руководителя. Главное, чтобы студент понимал, что его работа, часть вот этой работы либо принята, либо не принимается. И какие исправления нужно сделать. Показывать обязательно отчеты о деятельности, чтобы преподавателю приходили уведомления о том, что Петров, Иванов, Сидоров уже прикрепили введение. Соответственно, когда преподаватель проставит оценку, зачтено, не зачтено, студенты уже увидели, что их работа либо принимается, либо не принимается в этой части. Далее важные параметры. Это, конечно же, максимальный размер загружаемого файла мы должны обозначить. И отслеживание выполнения. То, что студент выполнил данное действие. Это в категории управления курсом в оценках мы уже видим. Что здесь в работе с руководителем еще по данному курсу? Конечно же, обязательно новостной форум. Новостной форум не просто как сообщение обо всем и по разным абсолютно вопросам. Нет, новостной форум тоже должен иметь четкие ограничения. То есть руководитель тоже устанавливает правила на своей вводной конференции, которую также проводит через вебинарную систему BigBlueButton, какие вопросы могут задаваться через новостной форум, о которой, какие вопросы придут к нему через личные сообщения. Это очень важно, потому что есть вопросы общего характера, и тогда их уместно задавать через новостной форум. Допустим, об изменении сроков, о том, какие части должны быть в дипломе, и еще организационные вопросы. И личные вопросы – это те, которые уже касаются непосредственно содержания работы и обсуждаются с руководителем. Ну и, естественно, вот тут такая маленькая ремарочка от нашего учебно-методического отдела, что мы всегда их поддерживаем, всегда с ними готовы решить их любой вопрос в любое время. И чтобы они не забывали, что у них есть доступ к электронной библиотечной системе ВУЗа для того, чтобы готовить материалы для выпускной квалификационной работы, кроме внешних ресурсов. Ссылки на внешние ресурсы руководитель размещает непосредственно в курсе. Они обычно по тематике его направления, потому что студенты, конечно, к каждому руководителю идут примерно в едином научном направлении, и все ресурсы будут полезны. Но те, которые единичные ресурсы относятся непосредственно к какой-то конкретной работе, отправляют личным сообщением. Далее. Определение темы. Это основа основана на той же анкете с теми же вопросами, которые были у заведующего кафедры. Но уже здесь конкретно руководитель работает над темой, не направлением, к которому он собирается писать работу, а уже определяет тему. Здесь тоже задается в задании время, до какого момента они должны заполнить анкету, потому что все эти сроки привязаны строго к учебному графику, не могут отклоняться за определенные сроки, которые прописаны стандартом. То есть в стандарте у нас, допустим, обозначено, что тема должна быть утверждена не позднее, чем за полгода до начала защиты выпускных квалификационных работ. И здесь, конечно же, в виде пояснения даны все ремарочки такие, что нужно сделать, скачать, загрузить, отправить, куда отправить, чтобы студент хаотично не начал искать какие-то ресурсы, куда ему отправить, не знал, куда руководителю, методисту ли это нужно отправлять. Все должно быть прописано. Далее, для студента, вот здесь вот заявление на утверждение темы ВКР. Здесь лежит и образец, и он берет его, скачивает, заполняет и прикрепляет вот в задание. Собственно, здесь тоже преподаватель уже ставит отметочку и для себя, и для студента. Он понимает, что вот по этим студентам у меня пять студентов уже загрузили файл, мы с ними все сделали, а вот еще двое студентов это не загрузили, это все видно в отчетах. Почему я тут выделила таким значком задания на ВКР и график работ? Вот для студентов, которые очно у нас занимаются, есть в положении выпускной квалификационной работы примечание, что данное задание на ВКР можно не заполнять, потому что они работают, постоянно видятся с научным руководителем, эта работа настроена. А вот для заочников, тем более для дистанционных, для студентов, обучающихся дистанционно, я рекомендую создать этот ресурс, потому что он поможет отслеживать все этапы работы над выпускной квалификационной работы, оценивать их. И дальше я как раз покажу. Ну и собственно сам стандарт требования к выпускной квалификационной работы здесь у нас заложены. Там в самом стандарте есть требования к оформлению выпускной квалификационной работы, в котором определено, каким шрифтом, с каким интервалом все должно быть написано. Можно, конечно, оставить все это на самостоятельное решение студента, что вот он сам со всем этим справится, потратит время на построение всех вот этих вот заголовков, всех интервалов. А можно сразу шаблоном сделать. Это, как говорится, сократит время и для студента, и для вас в том числе в проверке, потому что потом мы ведь проверяем диплом на то, чтобы он соответствовал всем требованиям, которые прописаны в стандарте. Что шрифт правильный, заголовки выставлены, интервалы, все абзацы, все края соблюдены справа, слева, снизу, сверху. Поэтому, может быть, чтобы не сталкиваться в дальнейшем с такой технической проверкой, можно сразу загрузить такой файл-образец с параметрами, которые заданы в стандарте. Но это на личное усмотрение уже. Ну вот, собственно, график работ, который я выделила. Посмотрите, здесь обозначены мероприятия, сроки выполнения и отметка руководителя в выполнении. Для заучника понятно, как он работает. Он приходит и, соответственно, с руководителем прописывает эти даты, и потом преподаватель уже, руководитель отмечает, выполнено, не выполнено, оценка или подписью. А в дистанционном формате это еще лучше даже можно организовать. Смотрите, мероприятия – это как раз темы, которые заложены в секциях, были изначально в курсе, когда мы планировали, сколько секций должно быть, сколько тем. Вот они темы. Опять мы используем модуль задания, потому что туда можно грузить любые файлы, все с ними умеют работать. Скачал, посмотрел, оценил, снова загрузил с оценкой. Вот они модули собственные, вот они мероприятия с составлением плана, подбор литературы, что и когда на проверку отправляется, введение, теоретическая часть и прочее. Соответственно, этот столбец реализован. Сроки выполнения тоже. Сроки выполнения мы делаем в настройках курса. Вот, допустим, введение должно быть сдано или, вот смотрите, задание само, мы определяем, что задание нужно прописать с 4 октября по 14 октября, даем 10 дней на это. И мы включаем в настройках эти сроки. Все, студенты видят, плюс еще используем новостной форум, чтобы напомнить, уважаемые студенты, с такого-то по такое-то вы должны выполнить это задание. Новостной форум могут вести и специалисты по УМР, ну и сам научный руководитель, собственно. Здесь лишнего внимания не бывает. Далее, вот мы видим, собственно, календарный учебный график из программ шахты, которые в УЗИ реализуются. И вот здесь нас, конечно же, вот этот вот параметр волнует, к которому мы привязываем даты. Вот они, наши заветные буковки D, которые обозначают период, когда защищается, может произойти защита дипломной, выпускной, квалификационной работы у студента. И уже от этих дат мы начинаем рисовать, когда должна произойти реализация графика вот этого, когда человек должен нам сдать введение, когда он должен прислать нам библиографический список, который наработал. Вот здесь же в графике мы увидим, что в этот период у него сессия, можем встретиться. Или, допустим, понимаем, что мы его еще в этот период не будем нагружать сильно работой. А вот здесь вот он свободен, и перенесем на этот период, допустим, введение или теоретическую часть. И вот так вот мы такими вот галочками в курсе, маячками такими обозначаем через управление, когда та или иная часть должна быть сдана, загружена. Ну, соответственно, бывают, конечно, разные ситуации у студентов, но обычно такие студенты всегда заранее предупреждают и научного руководителя, и специалиста о том, что у них возникли какие-то непредвиденные обстоятельства. Возможно, они нарушат сроки. Что сделать? Там тогда, конечно, мы идем на уступки. Наша задача довести студента до выпуска. Да, и обстоятельства это обстоятельства. Мы изменяем тогда сроки реализации им определенных частей. И опять же, вот в управлении в этом мы видим, что если студент в определенный срок не сдал, не загрузил нужную часть, нужный файл, это тоже повод бить в тревогу, что где ты потерялся, что случилось с человеком, время сокращается, нужно будет успеть реализовать все этапы, чтобы не получилось потом, что он просто не успевает. И мы все, как руководители, часто сталкиваемся с тем, что возникают потом такие неожиданные подснежники, которые... А я вам вчера вечером в ночь, почти в полночи отправил файл. Вы в 7 утра его уже проверили, вот эта система как раз позволяет снять такие моменты и ликвидировать вот такие неприятности и систематизировать студента, привести в порядок все его действия. Ну и, соответственно, это организует студент, и он уже понимает, что с него будут требовать, будет требовать научный руководитель, за его работой следит завкафедрой, завкафедрой тоже подключен на все эти ресурсы, чтобы видеть, что преподаватель работает. То есть это очень удобно в данной системе для всех сторон. Студент знает, что у него, когда он прикрепляет работу, там отмечено и дата, и время, когда он прикрепил эту работу. Преподаватель тоже, когда зашел, ответил, проверил, там тоже обозначается время, когда это произошло. Заведущий кафедрой видит, что работа движется в том режиме, в котором нужно. Специалист по УМР тоже спокойно вздыхает. Хорошо все студенты двигаются в нужном направлении вовремя. Далее поработали мы с этим графиком. И обязательно задаем шкалу отметки о выполнении. Вот у нас в этом графике, вот она, отметка руководителя о выполнении. И мы как раз ее реализуем через оценки. Мы задаем шкалу. Где-то мы поставим шкалу плюс-минус для задания, что пришло, да, хорошо. А над какими-то заданиями мы поставим оценки, чтобы студент видел, что у него есть определенные недоработки. Вот в управлении курса студенты и преподаватель видят все это через ресурс оценки, через общий, вот они вот в таком виде. Зачтено, не зачтено, получил оценку или не оценку, или просто вот без оценки что-то нужно, может быть заявление без оценки, просто видишь, что пришло и хорошо. И что дает эта настройка нам? Вот обязательно при настройке нужно в типе отзывов указать, что отзыв будет в виде файла. Почему это нужно? Если в Word получили документ, вы с ним поработали, все примечания, замечания сделали, сохранили и студенту, вот, допустим, презентация студентки, вы ее проверили, вас все устроило? Замечательно написали, окей, все хорошо, да, все проходит, отличная презентация, она готова, никаких правок. Или наоборот, вы делаете правки, делаете примечания, сохраняете, и вот здесь вот, здесь же в ответе, вот есть пункт, вот такой вот ресурс, отзыв в виде файла. Вы туда загружаете, все, студент получает со всеми вашими претензиями, что называется, со всеми вашими рекомендациями, в том числе, ну да, может быть, слово резкая претензия, но имеет место быть, если тем более уже не раз и говорили. Далее, и внизу же, в самом подвале курса у нас находится подготовка к предзащите непосредственно с научным руководителем. В этом курсе они только проходят подготовку к предзащите к данному курсу. Здесь у них, соответственно, вот прописано, что, за сколько они должны, за какое количество дней представить руководителю, чтобы у него было время проверить то количество работ, которое поступит. И, соответственно, здесь тоже нужно поработать специалисту по ОМР и преподавателю о том, чтобы они тоже не в раз в последний момент все засыпали, а, ну, более так, по порядку, допустим, назначить порядок, что в один день этого жду, студенты работы, в другой день пусть другие. И все это прописывается уже тоже через новостной форум. Это общий порядок для всех выстраиваться, можно через новостной форум. Ну и вот, собственно, опять же, наша система видеоконференций здесь проводится со студентами, их подготовка к предзащите. Здесь преподаватель говорит, что, в каком формате, как, сколько времени дается, как они должны представить будут. Ну, то есть все эти параметры, которые, опять же, прописаны в стандарте. У нас в стандарте указано, сколько дается время на защиту, какие требования к оформлению всего и вся, и к презентации. У нас используется вот наш фирменный стиль в презентациях. Это обязательно для всех выпускников. Далее, как раз после того, как все это прошло, специалист по ОМР работает с научным руководителем, и научный руководитель сообщает о том, что все студенты готовы, их можно переводить в ресурс уже в курс по предзащите и защите. И здесь это отдельный курс. И здесь загружается уже утвержденная научным руководителем презентация, которую они уже проверили, отработали, доклад. И проводится техническая проверка с ответственным лицом. Почему техническая проверка? Потому что нужно понять, как будет лучше. Со стационарного устройства, либо с мобильного у человека будет лучше связь. То есть практика этого года показала, то есть в прошлые годы не было такой нагрузки на сеть, а в этом году очень серьезно так в ВУЗе все подошли к дистанционному образованию во всем ВУЗе. И, конечно же, для того, чтобы не было больше нагрузки на сети, кстати, у нас был вынесен BigBlueButton на серверы Ростелекома, что, соответственно, снизило нагрузку на сеть ВУЗа. И при технической проверке уже работает специалист по учебно-методической работе, либо иное ответственное лицо. У нас есть администратор, либо я сама провожу со студентами такую техническую проверку, подготовку их к предзащите и защите. Ну и, соответственно, участвуют и научные руководители, те, кто будут в комиссии в итоговой государственной аттестации, кроме председателя и членов комиссии, которые со стороны работодателя. Мы здесь в курсе формируем встроенный в модул вебинарный сервис BigBlueButton. Ну и, соответственно, тут тоже определяем для студента, когда состоится защита или предзащита. И это видеоконферент, вебинарный сервис позволяет, конечно же, делать запись. Но мы еще подстраховываемся через ОБС, делаем еще запись с экрана на всякий случай. Почему важно сделать запись и предзащиты в том числе? Потому что во время предзащиты понятно, что студенты волнуются, преподаватели, научные руководители, их тоже в волнении, как пройдет предзащита, как много замечаний будет, все ли успеет сказать. И некоторые вопросы просто даже не успевают, некоторые вопросы и замечания не записать, запомнить ни руководитель, ни сам студент, собственно. А так они могут зайти спокойно потом, посмотреть свою запись, обсудить это снова у себя в курсе работы над ВКР и устранить все вот эти вот замечания за, опять же, определенные стандартом о выпускной квалификационной работе сроки. Обязательно обозначьте правила участия в конференции, чтобы, ну, опять же, вот чтобы снизить нагрузку на сети, мы предлагаем, что микрофон с камерой включен только у выступающего. В этот период выступления у всех остальных и камеры, и микрофоны выключены. Но в Бигблубатане модератору еще и удобно. Если кто-то недопонял, недослышал, вы просто берете и делаете это. Отключаете у тех, у кого фонит, шумит микрофон. Или потом, наоборот, включаете микрофон, если студент растерялся. Бывают и такие, бывают теряются настолько. Ну, это человеческий фактор, теряются настолько, что не могут пролистать собственную презентацию. Тогда говорите, модератор подключается, говорит, называйте следующий слайд. И все, студент сразу понимает, мы это обговариваем тоже на технической проверке, что если вы потеряетесь, просто говорите следующий файл. Все, модератор поднимает, сразу подключается и начинает листать за студента эту презентацию. Далее, конечно, при создании, при включении данного сервиса, сделайте модерацию. То есть, проведите техническую проверку и сделайте настройку. Я рекомендую по нашим действиям, по тем проверкам, что мы уже прошли, включить абсолютно для всех статус руководитель, для всей группы, для всех участников, которые будут в этом курсе находиться. Объясню далее, почему это так удобно. Проведите инструктаж по работе с микрофоном, камерой презентации, как презентация загружается. Мы делаем проще, и так и для студентов увереннее и удобнее, и для нас самих. Студенты присылают нам презентацию, мы ее конвертируем в PDF формат и сами загружаем. Загружаем уже непосредственно во время сеанса предзащиты, за полчаса. То есть, когда мы включаем сеанс, мы загружаем презентации, и все, студенты уже знают, что они там находятся. Все заходят в статусе руководителя. Что это дает? Это дает возможность не начать искать им, где им включиться в ведущего вебинара. Они сразу знают, что нажали плюсик, и все, что им нужно сделать, это загрузить презентацию. Как загрузить презентацию? То есть, мы все это проходим на технической проверке. Вот они выбрали свою презентацию, и она загрузилась у них. Если не загрузилась, они тоже знают. И рядом чат, они знают, что все подсказки непосредственно в чате. То есть, все это мы на технической проверке делаем, с ними проверяем. Что нужно просто развернуть презентацию. И вот где управление слайдами, и что управлять за них слайдами может, собственно, модератор. Волноваться точно не стоит. Вся их задача – правильно, хорошо провести презентацию своей выпускной квалификационной работы. Представить собственный труд и труд их научного руководителя. Далее, когда вы выстроили, первое, что я еще модерирую, это то, что первые для технической проверки заходят студенты. И только потом, уже минут за 10, заходит комиссия. Бывает, что у меня на подхвате обязательно технический специалист, который поможет. Потому что если народу много, ну, лучше вдвоем работать в вебинарной комнате. Что один работает с одним, другой с другими. И все, и тогда у вас в верхнем ряду выстроились студенты, внизу у вас комиссия. И далее, когда прошла уже предзащита или защита, модератор заходит и понижает выступившегося, выступившего до участника. И тогда он из верхней строчки уходит вниз в подвал. Все, он у вас здесь уже вверху не значится. Более того, в чате вы же и так уже разместили порядок, кто за кем выступает. Но поскольку в чате могут многие писать, этот порядок может уехать вверх. И чтобы каждый раз не листать этот чат, студентам не переживать, модератор постоянно, студенты знают, что перед защитой другого студента в чате напишет, кому следующему готовиться для выступления. Что напоминаем, не забудьте включить микрофон и камеру. То есть лучше вот такие моменты абсолютно пустые и простые подстраховать. И данный курс, вот последний по защите и предзащите, он не только вот такой вот учебный для проведения вот этой вот в вебинарной комнате предзащиты и защиты. Он также и административный. Здесь у нас расположены все сопутствующие документы, которые необходимы для дипломной работы. Здесь заявления, приложения о непредоставлении или предоставлении каникул, макет диплома, который они должны подписать, титульный лист, который должны подписать. Поскольку вот в данный момент все это реализуется исключительно в электронном виде, принимается подпись в электронном виде, то студент скачивает, подписывает, сканирует. Да, это вот такая вот пересылка. Один подписал, другой скан подписал. Но вот в этом году, в этой ситуации иначе никак не получается. Здесь же загружается диплом для проверки антиплагиата, здесь же загружаются результаты антиплагиата. То есть вот полностью идет взаимодействие между студентом, между специалистом по МР, руководитель видит. То есть это такой ресурс, который удобен с точки зрения наблюдения, ведения. То есть все знают, загрузил, не загрузил. Все общаются в одном месте. Видно, кто когда получил уведомление. То есть не может студент сказать, мне не пришло. Не пришло на почту, есть сообщение непосредственно на сайте. То есть мы страхуем и сообщением в почтовый ящик уходит смудло. Да, вот уведомление о том, что вам сообщение на сайте какое. И, собственно, не может зайти непосредственно на сам сайт и увидеть все свои сообщения. Поэтому сказать, что ушло где-то что-то по почте в спам, где-то я что-то не получил. Такие моменты, к сожалению, для тех, кто ими пользуется, здесь ликвидированы. Ну и вот, собственно, самый счастливый момент, которым заканчивается вся эта процедура, это получение, конечно, диплома. Это радостное событие для всех и для нашего учебно-методического отдела, и для научного руководителя, и для самого студента. Ну вот, это, собственно, то, что я успела сегодня рассказать. Это достаточно интересный курс, и много можно еще мелких деталей в нем обсудить и проработать. А теперь я готова ответить на вопросы, если у вас есть по моей презентации, по моему изложению. И спасибо за внимание, конечно, всем. Анастасия Владимировна, вопросы во вкладке «Вопросы» выбраны. Там много вопросов, просто смотрите. Вопросы во вкладке «Вопросы». Ну вот я вижу, что вопросы по госэкзамену, да, у нас есть специальность, на которой... ...каким образом они реализуются. Представлено также онлайн им в системе номера билетов. Студент указывает номер билета, и ему открывается содержание. То есть вот он выбирает в электронном виде билет, ему предоставляется, и он реализует. Собственно, подготовка идет, он находится онлайн. Ну что, если вы спросите про систему прокторинга, но именно вот такая вот система, как есть в другом ВУЗе, у нас в электронном виде пока что используется только на тестах Moodle. Это система прокторинга, которая разработана непосредственно нашим ВУЗом. По-другому пока что мы не реализовывали госэкзамены. У нас дистанционно реализовывались только программы лавриата, которые заканчивают свое обучение дипломом. Так, перейду непосредственно к вопросам. Тут их много. Есть ли такая возможность предоставить этот документ? Да, конечно, есть. Я его размещу. Вот у меня в Фейсбуке есть группа практики дистанционно. Пока там здесь, к сожалению, я его не успела загрузить. Но если есть такая возможность, то вместе с презентацией вы презентацию скачайте и получите через Татьяну Викторовну положение. А вообще у нас ВУЗ имеет свой сайт. На сайте есть у нас система менеджмента качества, в котором выложены в общий доступ абсолютно для всех, открыты все документы. То есть на нашем сайте nspu.ru можно найти в разделе управления стандарты и положения через систему менеджмента качества. Далее, почему камеры только одна, должно быть как минимум две. Я не совсем поняла вопрос про камеру. Из технической стороны, к сожалению, я не отвечу на ваш вопрос, потому что я все-таки административное лицо и не знаю все тонкости работы. У нас большой институт дистанционного образования, и все вопросы у нас разделены. У нас есть технический отдел, который отвечает за все технические решения и обеспечения. То есть мы ставим перед ними задачу, они ее решают, мы реализуем, работаем дальше. Взаимодействие управления, где здесь студент. Все вокруг студента, собственно, и вертится. Все эти ресурсы создаются непосредственно для студентов. Мы принимаем все замечания от студентов, моделируем курс, моделируем его, изменяем структуры, где уже на основе постоянных опросов, когда мы видим, что замечания по какому-то определенному ресурсу достаточно много накапливается, это, естественно, повод обратить на это внимание и решить вопрос с техническим, с тем же отделом, как это лучше реализовать. Сколько обучается с применением дистанционных образовательных технологий? Ну, естественно, у нас сейчас весь ВУЗ обучается. А так у нас во все программы ВУЗа внедрены дистанционные образовательные технологии в той или иной мере. Более интенсивно, в большем объеме, порядка тысячи студентов занимаются с применением дистанционных образовательных технологий. Как модуль вебинаров используется? Модуль вебинаров постоянно используется для общения, для вебинаров, для сообщений. В практиках используются, проходят установочные конференции для вводной части всех курсов. И, естественно, для проведения экзаменов используется. Согласование темы, общее направление согласования темы проходит в рамках вебинара, и потом уже непосредственно в личном общении, которые тоже для общения со студентом постоянно используют преподаватели. Зашли в BigBlueButton, назначили время определенному студенту. Они пообщались, быстро обсудили все детали, которые касаются выпускной квалификационной работы или вообще работы на другом курсе. И все вопросы сняты. Да, не все студенты всего направления или всего вуза, заходят все студенты конкретной группы. То есть мы на время назначаем работы, допустим, для завкафедры, для отдельной группы. Одна группа отработала, вторая группа. И так вот в течение короткого времени все проходит. Сколько процентов присутствует. Влияем очень жестко. Звоним, пишем и говорим, что это обязательно, что это уже выпускная квалификационная работа, что здесь нельзя пропустить вебинар. Ну, из 10 человек не бывает один, максимум два. Максимум два – это уже прямо для нас, как говорится, красный свет загорелся. Кто все-таки назначает научного руководителя? Заведующий кафедрой специалист по УМР занимается только оформлением бумажных моментов здесь, что собирает заявление от студента, оформляет его через приказы, утверждение темы. Никак не специалист по УМР утверждает это. Заведующий кафедрой во время расчета часов определяет руководителей научных. И потом во время работы в вебинаре со студентами он определяет направление, кто по этим направлениям работает, с какими студентами. Студенты расходятся по научным направлениям. Научный руководитель уже уточняет все более мелкие детали, что, где, как они работают, над чем будут продолжать, какая тема их волнует, интересует и формирует эту тему. Время у них есть. Если они в сентябре начали, то конечный срок, я уже говорила по нашему стандарту, это за полгода до защиты. То есть в ноябре, к концу ноября они точно уже должны сформулировать тему, над которой они работают. Конечно, по результатам предзащиты некоторая коррекция может быть внесена в тему, и она тоже утверждается приказом за определенный срок, минимум за три недели до защиты. Как с личной подписью на титуле? Да, студенты подписывают в данном варианте. Студенту отправляется титульный специалистом по МОР из нашей системы 1С. Студент получает, распечатывает, подписывает, отправляет обратно. Пока что другого варианта мы не придумали. Работает вполне хорошо. Титульного листа при смене темы. Нет проблем. У нас вот эта вот система позволяет, как только оформлен приказ, значит у студента есть новый титульный лист. Мы отправляем ему новый титульный лист. У нас в принципе дипломная работа не сшивается, пока не пройдет предзащита, пока не будет ясно, будет ли какое-то изменение по теме. Все, три недели до защиты осталось, уже не меняется тема. Там уже пошли другие процессы проверки антиплагиат, отзыв, сверстать, все сверстать в единый документ для электронной библиотеки. Там уже другие процессы идут. Поэтому вот есть ограничения по сроку, когда они могут поменять тему и получить титульный лист. И снова повторяется та же процедура. Отправили скан, получили скан с подписью. Но вот в прошлые годы это решалось проще, потому что преподаватели находились здесь, и завкафедрой находился в ВУЗе. И естественно мы получали скан подписи только от студента. И здесь уже специалист по УМР встречался вживую в завкафедре с преподавателем, ставили подпись, все. Вот собственно мы здесь распечатывали дипломную работу, сшивали ее и относили на кафедру. То есть в печатном виде она хранится на кафедру. Дает только ссылку на запись. Ну вот как раз для того, чтобы Светлана Александровна сохранилась ссылка, вот эта вот запись Big Blue Button, мы подстраховываемся еще с записью с экрана ОБС. Да, может быть, наверное, это как любая система, где-то что-то дает сбой. Некоторые хранятся без проблем, где-то что-то бывает сбой по записям. Поэтому лучше всего подстраховаться и иметь записи с экрана. Выдерживают сроки выполнения работ. Но вот именно в данном ресурсе показало улучшение на значительное количество того, что у нас в сроке выполняют студентов. Если у нас по показателям раньше как раз вот порядка пяти студентов из десяти доходили до крайнего срока работы с преподавателем, начинали в крайние сроки работать, и вот начинались вот такие выяснения, кто куда отослал, какие файлы, кто кому где не ответил, то вот этот вот курс нам позволил минимизировать. И таких вот студентов один-два мы все равно не исключим, но мы с ними все равно пытаемся настойчиво работать, говорить, что сроки, что это уже заключительный этап, и как-то уже негоже на финишной прямой все это забросить, что нужно собраться, нужно решиться. Но самый крайний вариант, конечно, академа отпуска. QR-код, да, создается сразу из 1С. Мы получаем титульный лист с QR-кодом. Все, я захожу, формирую в группе титульные листы из приказа об утверждении тем, и они сразу выходят с QR-кодом. Какую программу? Ну, вот, к сожалению, я не отвечу на данный вопрос, потому что я не технический специалист, и вообще у нас система 1С занимается информационно-технический отдел ВУЗа. Но могу поинтересоваться, и если будет такой вопрос написан, я, конечно, оставлю сведения об этом. Дать готовую работу, умение правильно оформлять работу – один из признаков квалификации студентов. Может быть, я не буду спорить, что это один из признаков квалификации студента, смотря, что вы хотите. Вы хотите отверять всю для себя работу, там ли все телеполя, телезаголовки созданы. Если на это есть время, это же не возбраняется. Я просто рекомендую сделать такой шаблон, чтобы студенту не высчитывать это, не тратить время, преподавателю, что работа не в том шаблоне. Мы же сразу видим такие вот технические помарочки в работе, когда не те шрифты, не в том месте, не те отступы сделаны. Если хочется на это время тратить, это же не возбраняется. Приложения и так они все равно сами оформляют все. Что студент нарушает сроки? Ну, нарушает сроки, что тут только общение, уведомление, выяснение, почему студент нарушает сроки, в какие сроки он готов ликвидировать свою задолженность. Здесь ничего не решишь. Карательных методов? Ну, нет карательных методов, кроме того, что если студент не написал работу, он не вышел на защиту. Конечно, такие случаются. Но право у нас за все время, такой нарушитель злостный, который просто ушел в безответное положение, был один. Но у остальных реально случались действительно крайние ситуации. И то они вытягивали работу, переносили сроки, согласовывали, разрешали их. И студент работал и не подводил нас. Что все обучение. У нас есть обучение с применением дистанционных технологий. Просто этот ресурс я рекомендую не только для студентов, которые обучаются дистанционно в этой системе, но и для обычных заочников и учеников. Потому что я говорю, что это очень актуально в том плане, что снимает очень многие организационные проблемы. Здесь все будет у вас четко выстроено, все даты привязаны. Вы видите, как группа ваших дипломников в целом движется. Заведующий кафедрой. Это и ваша отчетность в том числе. Работаете вы с дипломниками? Да, работаю. Как вы можете это показать? А потом приходит дипломник с претензиями, что они работают со мной, а как не работают? Вот в ресурсе все уведомления, все созданные даты. Все есть, пожалуйста, работай. Вы исключаете такие проблемы. Программа. Какая программа? Если SDO-Module, то нет, это бесплатная платформа. Версию третью используем. Модуль BigBlueButton. Да, у нас бесплатный модуль встроенный. Кто принимает участие в предзащите, обязательно это дипломные руководители, научные руководители. Часть комиссии, кроме председателя и приглашенных членов, которые являются представителями работодателя. Подпись в электронном виде? Нет, не в электронном виде. Пока что мы такой вопрос не решили. Подпись в электронном виде? Ну, в смысле, вы имеете вот эту электронную утвержденную подпись законодательно? Нет, просто подпись в электронном виде. Просто их собственную все отсканировали, прислали. А идентификация личности обучающего? Обучающая, да, обязательно во время защиты представляет паспорт. Более того, ответственность за идентификацию личности несет модератор или секретарь государственной итоговой аттестации, потому что это человек, который знает всех своих студентов, которые работал весь период с ними обучения. Далее. Как файлы попадают в библиотеку? Значит, у нас есть облачное хранилище, куда все студенты загружаются. Презентации, отзывы, антиплагиат, выпускную квалификационную работу. Все это передается, ну, в смысле, облачное хранилище на кафедре. Они это все компонуют в тот файл, который нужен в библиотеке, и просто пересылают. Соответственно, там уже можно смотреть все выпускные и квалификационные работы наших студентов. Вот таким образом и идет взаимодействие у студентов. У них есть единый логин и пароль для всех информационных систем ВУЗа, в том числе для библиотеки, в которой они могут пользоваться всеми научными ресурсами. И в том числе у нас есть два научных журнала в ВУЗе – «Сибирский педагогический» и «Философия образования». Это и ВАКовские, и Скопусские журналы, которые они тоже активно используют при работе с выпускной квалификационной работой. Вот вроде бы все вопросы, которые я увидела в разделе «Вопросы» и вроде как успела ответить. Спасибо, если действительно что-то можно, и файл, конечно, представлен для скачивания, для того, чтобы делиться нашим опытом, и если есть возможность учесть его, помочь, мы всегда рады, всегда для общения открыт наш ВУЗ. Спасибо.